Рудольф Чичиков Меня зовут Ира Тихомирова, вы меня помните, мы с вами пересекались, наверное. Но давайте побеседуем на эту тему, да? У нас сегодня воцарение Владимира Владимировича Путина на третий срок совершилось. Как вы к этому относитесь? Что вы там видели на инаугурации? Какие у вас впечатления? Восставшие в Нью-Йорке, что называется. Да? Это типа триллер «Грабли-3». Третий раз Россия. Сейчас сказали, что я комментировал на инаугурацию. Самое интересное, я ее выключил, выключил принципиально. Я не стал смотреть, причем на канальный дождь, а не ПОРТ, разумеется. Даже на канале дождь, при всей моей любви к Андрею Андреевичу Пионцовскому, который там комментировал все происходящее, я смотреть не стал принципиально. Потому что, ну, я не хочу это видеть. Я понимаю все, что происходит. Мне 48 лет, я родился еще при Хручеве. Я все-таки понимаю, что мы, и что будет в ближайшие, в ближайшие, в ближайшие год-полтора. Поэтому никакого удовольствия, ни эмоционального, ни информационного, от этой видеозаписи я получить не могу. То есть там, даже не видя, не глядя в этот телеканал, неважно какой, это не запись. Все, что там происходит, понятно. Это огромная толпа изоблюдок, мечтающих о Тарамушке. У них сегодня звездный час. Они получили доступ, питая цветы на Олимпе. А в картинке-то что вас оттолкнуло больше всего? Товарищи Купины, вот, в кусты они, значит, там и радуются. Сейчас, пока, и жару свою игру со стерлидью. Вчера уже опубликовали меню этого банкета. Стерлидь в соусе черной икры. А я думала, будут ананасы и рябчики, как для буржуев, традиционное меню по Маяковскому. Пусть, пусть давятся от радости. Это не наш праздник, это даже не наши поминцы. Как же не наш праздник, если он на бюджетные деньги? Почему нас не пригласили? У нас, Юра, у нас в стране все на бюджетные деньги. У нас даже бизнес в стране на бюджетные деньги. Я в налогах ананасов и рябчики не оплачиваю. И, наверное, и вы тоже не согласны, что вы. Нет, я сама их съем. Пусть мне их предложат эти. Мы все оплачиваем. Даже доходы, там, не знаю, Фридман и Ерипаски. Мы все оплачиваем. Нет, вы знаете, я не люблю ананасы, у меня аллергия на них. Но вот из принципа на бюджетные деньги съела бы даже ананас. Можно было бы хотя бы его помыкнуть кому-нибудь детям. Ну, в принципе. Ну что, ладно, не будем про гастрономию. То есть там была сплошная помпезность? Да, конечно. Царственные покои, гвардейцы, что там еще? Все вот это. Это эклектика какая-то. То есть кто-то говорит «сюр». Мне больше нравится слово «эклектика». В общем, бред. Это смесь, ну, будет много сосорогов. То есть, с одной стороны, это совершенно непонятное царствие. Абсолютно какая-то монархичность всего происходящего. Это церкви, гусары, красные дорожки, эти помпезные выходы по одному. Ну, вот помните, для примера инаугурацию Обамы. Ее показывали в прямом эфире. Мне больше понравилась африканская инаугурация, когда они там саблю вручают вместо ядерного чемоданчика. Африканскую я не видел, а вот Обаму я смотрел. То есть настолько там, что было сделано просто и по-любски. То есть, огромная толпа людей на свежем воздухе. Выходит с ним президент, народный, избранный. Не покидал красным дорожкам. После выходит, поднимается на обычную трибуну. Ну, как делают трибуну для выступления. Самая скромненькая, простенькая трибуна. Считает речь. Все хлопоты улыбаются. Солнечный день, все хорошо. И что мы видим здесь? Ну, царь-то Путин тоже почетный караул обходил, насколько мне известно. Выходил из здания-то, принимал. А почетный караул, это, конечно, традиция. Тут разговора нет. Скажите, там оппозиции не пришло в голову ему, женщину, бабу с пустыми ведрами, навстречу выпустить? Ой, можно ли бабу, можно ли черную кофту. Нас ведь это все ждет. Попалась бы ему, женщина с пустыми ведрами, все бы было в тему, наверное, так. Самое интересное произошло вчера. Вот я вчера... А вот отдельно взятая Ходынка, кстати, у меня такое отношение. У нас ведь все в истории повторяется. Вы согласны со мной, что вчера им еще повезло, что Ходынки не было? Да. Помните кадры, как народ давился, да? А Николай, когда вступал на престол, сколько народу задавили? Вот это им еще повезло, что они пропустили там какую-то толпу. А ведь могли люди передавить друг друга элементарно, как у Лакошенко в метро, как на Ходынке в свое время. Вот они об этом-то почему не думают, кстати говоря, создавая? Ну, сейчас я вчера с Ходынкой как-то вот сразу вспомнилась. Деревтическая память, она крепкая. И все мы это проходили, изучали в эту историю. Но, в степени, у Ходынка сразу вспомнилось. Я страшно боялся, когда смотрелось на кадры в тревогу пире. Там, когда людей приезжали к бортику, к парафету набережной, там же сегунные решетки, ну, толпа огромная. Вот чуть-чуть надави, и людям повалились бы просто в эту Москва-реку. Делягин пишет, от 50 до 100 тысяч было демонстрантам, вот по его оценкам визуально. Да, наверное, я вот только видел кадры сверху, но... СМИ пишет 8 тысяч, но я тоже оцениваю больше. Ну, и с твоей арифметикой, что про это говорить, не смешно. Они умеют считать на выборах, они умеют считать демонстрации, они все умеют, только ничего у них не получается. Слава Богу, что вчера обошлось без жертв, но обошлось ли? То есть, такое месилово, такое озверение власти, против кого? Ну, вышло несколько тысяч, не будем говорить, там, 8, 80. В конце концов, вышли люди выразить свое мнение. То, что Путин многим не нравится, это все знают. Против него голосовала, ну, как минимум, там, половина страны, да? И в основном Москва, и Питер. То есть, они откровенно против него, они его не признают. Даже они этого не скрывают, потому что, видите, она за него проголосовала, то есть, там, считали, считали, там, у них набралось, там, 50, там, я не помню процентов, сколько, да? Ну, хорошо, то есть, 40% против него. Это не так мало. Вот, эти люди вышли сказать, что нам не нравится президент, нам не нравится эта власть. Они не стреляли ни в кого, они не захватывали здания, они не жгли машины. Ничего противоправного они не делали. Нет, в конечном итоге ОМОН вынудил их, они откидывались камнями буквально, булыжниками с мостовой. Конечно, и тут... Генетическая память опять, булыжник, оружие, интеллигенции в данном случае. ОМОН в данном случае сделал все, чтобы люди пошли, как говорится, уже разгулять. Они это все сделали. Такие столпы нагнать в милицию, в полицию, в внутреннюю плоть, все отцепить, поставить себе корзоны, машину, этих, там, самосвалы, калмазы, все это перегородить, закрыть метро. Такое впечатление, что мы просто, страна готовится к войне. Мне, знаете, что рассмешило немножко даже, демонстранты, они из будок пластиковых. Вы представляете, синие будки-то туалетные. Они из них начали баррикаду строить уже, чтобы от ОМОНа отбиваться. А так и будет, так и будет. Они все подручные средства там действительно использовали, все, что под руку попадалось. И бутылки кидали, и там, бог его не знает, все, что в руках было. Ну вот, легковые машины ставят на баррикады, которые будут там рядом с тем, а потом будут ласки, также будут отбирать булыжные, московые, прутья из оград выдергивать. Это ничего нового. Ну, фотографии на самом деле безобразные, причем очень много реакции ОМОНа почему-то на стариков, на женщин. Они просто на женщин бросались. Видели там сколько фотографий? Ну, безобразных просто вот снятых, когда он там ее и чуть ли не в промежность бьет, одна фотография вот ходит там в... Я не могу это комментировать, я просто не понимаю. Что у них вдруг возникло за... Голубой лобби в бесилах, что ли, в Кремле, или что там происходит-то? Ну, если понять, может, у власти, я не могу. Это какая-то патология. Ну, я вот написал об этом в Фейсбуке, повторюсь, ну, хорошо, ладно, Болотная площадь собрались, люди захотели пройти к Красной площади. В конце концов, ну, чего там страшного? Они что, тут красный скотт приватизировали, что ли? Это такая же вот место, общегоступная, народная, не знаю, там, кто угодно, но это не личная площадь товарища Путин и партия «Единая Россия». А вот это не факт. Где-то я читала, что они там, по-моему, все уже и это в личную собственность выводят, каким-то образом. Ну, прошли бы они на Красную площадь, что, страна бы рухнула, небо бы упало. Боятся? Они боятся людей-то? Я говорю, они... Очень боятся людей. Сатральные страхи непонятны. Это вот уже где-то надо тут психологам разбираться, а не паритологам. То есть тут нужны какие-то психологи. То есть понять действие власти, то есть измерение логики, невозможно. Это какая-то медицина. То есть патологический страх за то, что вдруг кто-то куда-то может пройти, куда мы не хотим. То есть кто они такие? Хотят они, не хотят они. Что они с него замылили-то вообще? То есть они ведут себя, как хунта. То есть так ведутся только хунта, которую грустировал в власть. Хотим – пустим, хотим – не пустим, хотим – забьем, хотим – а ладно, там улыбнемся, все, не можете флажками помахать, аференку скажи. Вот. Ну, стыкать полная. Ну вот исходя из вчерашних событий, очевидцы пишут, в том числе Михаил Делягин, он пишет, что белая революция, по крайней мере вчера, начала так перерастать в красную. И он дает оценку людей-демонстрантов, которые он видел, вот уже в сравнении с митингами зимними, где действительно были норки там и так далее. Он пишет, что состав демонстрантов поменялся. Там уже больше таких людей, которые явно, ну, с заводов, я не знаю, конечно, офисного планктона он не видел, а вот рабочих людей. То есть он, ну, скажем, порозовение белой революции отмечает вот этой. Даже покраснение, скажем. Хотя краснеть надо Путину, но вот за него краснеют уже, люди краснеют, получается. Это ожидаемо. Потому что вот этот роман, непонятный роман оппозиции власти, называемый там согласованные митинги, он должен был закончиться. Изначально было ясно, что власть просто, ну, выигрывает момент для легитимности выбора. Это ведет себя как нормальные наперсочки. У него столовик уже. Да, разрешили. Да, вот, ну, хорошо. Постойте, попахайте вашими флажочками, там, покреативничайте, там, девочки, мальчики, прибыли на трибунте. Это все было так, вот, знаете, в барской руси такая подачка, она должна была закончиться. Но они же должны были предполагать, они вменяемые, что люди с образованием не будут махать просто флажочками. Нет, они не вменяемые. Знаете почему? Ну, то есть, это вот, Сушкина, помните, а сам обманывался раз. Понимаете? Они рады обманываться. То есть, власти даже обманывать их не надо. Они сами рады обманываться, что они, кто их слышит, от них прислушиваются, что их мнение, что для власти, да ничего не значит. Ничего. Когда они это поймут, да ничего их мнение для этой власти не значит. Приватили на них хотели. Сомчат, там, Вытас, там, Ерофеев, Чемберович, приватили на них всех хотели. Гелировский тоже на эту тему высказывался. В России две напасти. Внизу власть мы, вверху тьма власти. Вот они, наверное, думают, что мы все во власти тьмы, и поэтому, ну как сказать, с одной стороны опасаются, по-серьезному-то они нас боятся, нет, но вот вчерашние события показали, что они Москву-то опасаются. Да, боятся, конечно, боятся. Они боятся не нас, знаете, вот так мы говорим, они боятся нас, нет. Они даже думают, скорее всего, боятся просто с будущего, по-любому. Они же очень что-то понимают, ну, знают, собака, все мясо с него. Там нет романтика, там нет людей, скажем так, увлеченных, там жесткие прагматики. То есть, прагматики зарабатываются большой идеи, каким способом, тем хорошо и увлечены. Тогда понятна их задача вчерашняя. Они должны полностью заглушить оппозицию, потому что нам предстоит два распила, как я вижу, на государственном уровне. Я не знаю, что мы его, потому что будущее, и оно печально. Оно печально, вот мы и переходим к теме. И нельзя отдавать власть, понимаете, Ирина? И власть отдавать нельзя, для них это смертельно опасно. Не, ну вы в курсе наверняка, и мы говорили, по-моему, с вами об этом, что они затевают прямо вот сейчас, на данный момент, два распила. Это распил по арктическому шельфу, да, тут с дележом России, продажей России. И второй распил 70% России, госкорпорация Сибирь и Дальний Восток. Естественно, зачем тут оппозиция, да, если у них дележка сейчас пойдет на 6 лет? Ну или на 12, или на сколько? Другим заниматься не будут. Кто-то разница, кто-то читает и видит, что они будут устроить демократию, что они будут поднимать промышленность, что они будут там модернизировать науку, нет, конечно, ну что, ты же понимаешь, это все бла-бла-бла для идиотов. Это не модернизация, это распил, откровенный, наглый распил, я не знаю, куда мы. И 6 лет по зарабатыванию денег, очень больших денег, там все уже роли распределены кому, где на чем сидеть, кто с чего будет кормиться, там все спланировано на несколько лет вперед. А знаете, как... хорошие деньги. А знаете, какие лозунги больше всего запомнили Сделягину и вот велькали они? Путинскую шестилетку в 2 года. Это несли демонстранты. Дай бог, чтобы у этих людей получилось путинскую шестилетку в 2 года выпало. А лучше бы в год. В том же и дело, что они догнали себя в такой угол, с которого уже выхода нет. Вот этот роман, вот мы сейчас вернемся к тому, с чего начали. Этот роман, скажем так, вот несогласный с властью, он должен был закончиться. Да, они наконец-то вчера, я надеюсь, поняли, что нельзя садиться на твердость, чтобы играть за один стол. Они не садятся, чтобы проиграть. Они садятся, чтобы выиграть. Это нормальное правило каталу. Они каталуют. Если они вам разрешили присесть в краешку стола, то это для одного, чтобы вас обучат. Никто с вами там нормально разговаривает, никто с вами делится банком, не собирается. Забудьте об этом. Я даже не мечтаю. Я давно поняла, что Путину ампутировали мозг, и поэтому он, видимо, дождется радикальных событий. Я бы так не сказал, что мы ампутировали мозг, мозг у него на месте. Ну, может, одна из Вилина работает на личное обогащение. Удержание власти, потому что он четко понимает, что потеря власти это потеря для него всей жизни и свободы в том числе. Нет, простите, подождите, Рудольф. В отличие от Горбачева, там, и Ельцина, да, я не буду забывать, у Путина нет никаких заслуг перед Западом. Ни таких. Горбачев проводил средств специалиста. Ельцина выдал войска из Европы, там, что-то, сделал приватизацию. У Путина заслуг перед Европой нет. Его не ждет хороший консион в благополучной стране. Его сдадут, как только потеряют власть, его сдадут с потрохами, как Саддама, как Каддайфи. Его привезут за уши сюда. Со времен Остапа Бендера мы понимаем, что Европа нам не поможет в этом вопросе. А вот я, как, подождите, и вы, как потребитель внутренней путинской услуги, которую нам навязывают, я понимаю, что Путин меня, например, как личность, перерабатывает на биомассу свой личный кошелек. И я с этим не согласна. И вас, кстати, тоже перерабатывает. И всех остальных. Европа помогает сильнее всегда. Она всегда будет сильнее. То есть были коммунисты у власти, а она имела дело с коммунистами. Пришел к власти вверх, стал иметь дело с ним, хотя у него тоже были всякие отклонения и Кечня, и криминал, и прочее, какие-то семейные бизнесы. Сейчас у власти Путин, она имела дело с ним. То есть не надо на Европу не надеяться, ничего от них ждать. Их вполне все устраивает. Это ведь не их грабят. Их все даже хорошо. Грабят нас. Деньги вводят в Европу. Вот им плохо. Почему думаете, что в Европу? Мне кажется, больше в Китай они уходят. Они как-то там очень сильно подружились в последнее время. Уходят везде. Практически, наверное, да, по всему миру они выводятся. А что мы счастливее в Европу? Касательно, что уже в Лондоне там уже русская диаспора не вторая после этих азиатских. А по ступке недвижимости она первая. Вот вам и пример. Из трех миллиардеров Англии первых два русских. Ну, Абрамович и Усманов. Вот вам конкретные цифры. А есть способ, кстати, как вернуть активы из-за рубежа. Рогозин, по-моему, где-то я видела у него такой интересной запись была. Этот самый. И цитата. И прикручивая глушак к стволу пистолета ласково спросить, возвращать будешь или завещать? Может, они под таким давлением вернут добровольно все нам? Нет, сейчас об этом речи нет. во-первых, само собой, механизмы, допустим, мы уже говорим о том, что радостном будущем, когда эта власть нас покинет, будет нормально изменяемая власть народа. Тогда, конечно, механизмы возврата и привлечения к ответственности за их деяния, они разные. В том числе, могут быть даже не очень, скажем так, по римскому праву. ничего там страшного места, потому что тот случай, с которым мы сегодня имеем дело, вот, ты знаешь, я не люблю эти аналогии, крепеть, не могу-то начинать сравнивать Россию и Германию вегетовскую, я ненавижу эти аналогии, но в данном случае напрашивается одна аналогия, мы имеем дело с режимом, которого не было в истории человечества, то есть режим, который абсолютно поставил разграбление страны, как курс, как главную политику, такого в истории не было нигде, ни в Италии, ни в Германии, ни в США, ни в одной стране мира, ну хотя бы нормальные страны, я имею в виду, я имею в виду, в Замбии, там, в Уганду, не было такого, мы имеем копиющую историю, и имеющую аналога, поэтому, когда эта история закончится, она закончится все равно, рано или поздно, нет ничего вечного, то, да, необычная огромная проблема, даже проблема суда, и проблема привлечения к ответственности, потому что привлекать по страну придет, понимаете, по страну занималась пробежком. Думаете, мы когда-нибудь надеемся на то, что мы Нюрнберг им устроим? Я не знаю, я бы не хотел сделать план про прогнозы, кто-то будет, Нюрнберг там это будет, ГАГа, дело не в названии, а просто говоря о том, что это будет достаточно сложно, очень сложно, и где-то может быть даже невозможно, поэтому в чем-то, ну, надо бы заранее все не вернуть, всех не привлечь, потому что мы имеем дело с грабежом общенационального масштаба, не имеющего аналогов в истории. Ну, можно прямо сейчас прекратить платить им налоги, потому что государство, которое самоустранилось от своих функций, то бишь, они не выполняют ни внешнюю, ни внутреннюю, ни диссоциальную. Мы не можем прекратить платить налоги, у нас налоги занимает наш работодатель. Бойкот устроить. Ты их не платишь сама, понимаешь? Нет, если я сама государство в государстве и живу по понятиям, они вынуждают меня. Кому и за что я плачу эти налоги огромные, если у нас нет уже по сути государства? Они даже тут подстраховались, потому что они понимают, что очень многие люди не захотят им платить налоги. Поэтому эту функцию они от нас отобрали. Налоги я не плачу, за меня их платят тот, у которого я работаю. Понимаешь? У меня автоматом из зарплаты не считаются налоги. Надо этот автомат перенаправить куда-то. Да, в нормальное место. В нормальных странах зарплата удаётся на руки полностью, а ты уже решаешь, платить или не платить. У нас даже этого нет, даже этой возможности нет. Так что, о чём говорить? всё сделано нормально, как это понятен абсолютно. Ничего никто даже с ними деньгами не распоряжается. А есть ещё один аспект. Вот они этим аспектом, не дооценивая, они копают себе могилу. Прошло уже, получается, с этого бардака Горбачёвского уже выросло целое поколение. А в путинской системе реализоваться постороннему человеку невозможно. Неважно, он талантливый, креативный, в принципе может работать на другого дядю с отдачей и так далее. Они даже этого не ценят. Представляешь, целое поколение недореализованных людей. Мне кажется, оно в основном сейчас и выходит на улицы. Я даже в Перми разницу замечаю, поскольку я член оппозиции. Вот я наблюдаю разницу между нашими раритетными оппозиционерами, которые уже 20 лет делают революцию, и в общем толку нет. И молодыми, которые всё время в смысле рвутся, как кони в бой, стучат копытом. Ну это естественно. Они же понимают, что у них нет будущего. Понимаешь, вот эти оппозиционеры, про что ты говоришь, там Аверкеев, там Денис Пешков, да, наверное, я слышу, я им что-то и нам плохо знаю. Ну, Аверкеева я слышал, хотя они знакомые. Ну это из раритетных революционеров. Они люди, вот нашего поколения, в принципе, конечно, нас на расцепу задавят маленького возраста. Ну, судя бедно, мы все равно свою жизнь так-то устроили. И квартиры есть, и дети выросли, там, что-то там, дачкой обзавелся, то-то еще чем-то. А вот ты представь, вот нынешнего молодого паренька, который может там двадцать пять, двадцать восемь, да? У него этого нет ничего. Даже этого. И перспектив, что самое главное, нет. Ему даже простую хрущенку себе купить невозможно. Нет, он бы заработал, если поценили его таланты, но у него перспектив нет, шансов нет. Конечно. Они закрыли все социальные лифты, подъемники полностью, задраили наглухо свою конуру, оградили ее решетками и ОМОНом, и чужие там не ходят. То есть время в время появляется какая-нибудь белая ворона, и то, что-то не твоя. Ну, это случается. Иногда выкидывают трупы из этой конуры, потому что все равно идет успешный процесс, кто-то скидает, кто-то помирает. Когда они выкидывают труп, на время дверка не открывается, и какая-нибудь нерезда может там между носом проскочиться. Это мы наблюдаем постоянно. Это у них игра в демократию, и, наверное, им нужны какие-то рабы, чтобы кто-то работу делал слегка. Когда там так обезопаснее, они считают, да, только так можно. А это, понимаешь, устройство нормальное, вот это устройство любого располагается. Все очень взянута, где действительно любого чужого человека, он проверяет или проверяет много раз, потому что это опасно, очень опасно туда допускать людей со стороны. Слишком много информации, что его знает, он им спадет и сдал. Понимаешь? Вот. Ты же человек будет гадость устроить. Это нормальная такая, они живут по этим воровским понятиям, потому что им не тяжелые люди, им нужны, им никакие социальные лифты, и в них нахрен не сгорит. Зачем социальный лифт? Потому что в него будут постоянно подниматься эффекты, а у них одна идея, и другие идеи не нужны. У них есть нормальная идея, обогащение, обогащение за всю страну. Все. Другие идеи там не востребованы. Заром. Время от времени какая-нибудь компания, там, знаешь, что-то, инернизация, демократизация, либерализация. Но есть анекдот такой в тему. Программа Путина по реформам. Первое. Сделать людей богатыми и счастливыми. И приложение к программе. Список людей прилагается. Ну, это да, это уже, знаешь, говорить про сферу, открытие режима Культура можно бесконечно. Мы уже говорим 12 лет, то есть, особенно последние года, два-три года постоянно. Самое главное, что произошло вчера, я надеюсь, что в этой части протеста Инкелубенции, которая, в общем, говорительно, имеет вес и хотя бы как минимум уважает и признает та же Европа, в этой части Инкелубенции последний романтизм отпал. Они еще были романтичны, они еще надеялись, что их пустят поговорят, им разрешат, что там зарегистрировали какие-то партии, дадут партнель какого-нибудь товарища ЧИДы, как забыл о Тунина, по-моему. Ну, неважно, должен быть. У них еще были эти надежды. Все. Вчера им дали по морде, реально, четко дали по морде. Сказали, все, ребятки, все, игра закончилась, мы получили то, что хотели. Прошли выборы раз, прошли выборы два, власть инфитивна, признал ваш внушок, признала Европа, вы нам больше нафиг не нужны, влажите отсюда, нашли место гурять, внушкинг. Ну, вообще-то зря они недооценивают оппозицию, настоящую, которая на улицах вчера была, потому что если в обществе потребления возник запрос на справедливость, то это говорит о том, что люди-то сознательно идут. они много недооценивают, потому что индивидуально, там, я же говорю, эти вещи с психологией, патологией, я не знаю другого объяснения, они очень много недооценивают, они недоценили, допустим, тоже национальное движение, и на этом очень здорово попогорели, когда начали устраивать всякие движения непонятные диаспорами, они поговорили вот на либеральном движении, когда решили с одной стороны подыграть, а потом дать по мордам, то есть, ну, любые лицедии, они провальные, дело потому, что у них нет нормальных политических, нормального видения будущего страны, у них есть видение своего личного будущего, какая будет будущая страна, и начать, да давно и глубоко, о себе они думают, только о себе, поэтому времени думать о стране у них просто нет, им это не нужно, вот где-то так, увы, где-то так, все очень печально, что произошло вчера, а кто и, нет, тут я наврал, нет, не печально, это трагично, но не печально, раз печально было, если бы, если бы остались иллюзией, то вчера барышня решила иллюзия, я думаю, это даже плюс, теперь уже будет меньше желающих поиграть власть и в демократии. Что делать-то будем? Мы с вами, например. Вот я очень сожалею, что я сегодня в Перми и вчера в Перми, а не там, в Москве. Многие сошли, многие... Это я действительно искренне сожалею, у меня просто дела не позволили, поскольку... вчера был повод гордиться Москвой, гордиться москвичам, которые были тысячами, которые туда пришли, я говорю, что здесь пересматривки с уничной столицы, в таком виде она есть, и даже эти города там там, ужасная смесь, но вовсе нет, вот вчера есть, вот вчера был реальный повод гордиться Москвой. А сегодня-то с утра продолжились протесты? Я просто с утра еще не изучала. Да, там были, но там, в общем-то, даже были нормальные протесты, речь идет, пока трудно верить с телеканалом, о нем, что этих тысячах людей, которые хотели на эту, которые пытались сорвать инаугурацию, но они ее, как они сорвут, там все окружено, там дивизия этого, Держивовского, Кремль, Звавский Кольцо. Ну, потому что вчера Делягин писал «Москва озверела», и ждали продолжение сегодня, как раз в день инаугурации. Ну, в центре города были большие толстые люди, настолько известные и белыми ленточками, и другими флагами, которые протестовали в снаугурации Путина. Огромные были толпы ОМОНа, разгромленные два кафе, разгромили их ОМОНовцы, это уже точно не приписать никаким белоленточникам. Там просто люди собирались, там очень знаменитые кафе Жан-Жак. Да, да, они, кстати, оппозиционные кафе, я тоже о нем слышала. Интеллигентная тубрика собирается, такая, как говорят, продвинутая. О, туда ОМОН налетел, там поросили столы там, все, где, как называются, там дизайнерские стучки, вазы, и, в общем, всех повыгоняли. кто их просил, кто там такого крутой, где там Жан-Жак, и где Георгиевский зал Кремля. Есть разница, это вообще небо и земля. Кто просил этих придурков в это, что он врываться? Это что такое? Это страх, это уже месть, это озверенность какая-то. А может, подогревает кто-то толпу зачем-то? Ну, в смысле, не толпу, а вот именно организованное уже, скажем. Ну, что такое подогревать толпу? Ну, смотри, ну, действиями они провоцируют, то есть подогревают на самом деле, да? Может быть, там есть какие-то заинтересованные личности, вам не кажется, что вот, а потом вектор придадут, все-таки они ведь рядом действительно с Кремлем находятся. Ну, это уже какая-то констерология. Тешно говоря, поверить в то, что внутри системы, вот сейчас, внутри этой системы, что есть какие-то силы, может, это элементы дворцового переворота какого-то? Да, дворцовый, я в этом не очень верю, не верю. Потому что там, действительно, произошел огромный отсек от городской трассы, это продолжалось не один год, много-много лет, давай не будем забывать, тут у нас 12 лет, это большой срок. Вот, 12 лет с вашей трассы любишь на этой веркатуре власти, да и по всех остальных, начиная до последнего райсовета. Там нет людей случайных, там нет людей самостоятельных, там нет людей, которые могут взять на себя такую ответственность. Я подозреваю, что это наши честные надежды. Я не верю, скажем так, в демонтаж этого режима изнутри. Ну, нынче, возможно, может, будет другая ситуация, когда, скажем, тот же Путин станет смертельно опасен бы для существующего оливерхата, тогда, может быть, да. Но пока такой ситуации нет. Он пока контролирует страну, худо-бедно, он всем нарезал пирога, менее более достиг какого-то компромисса между этими воровскими шайками, тебе, это тебе, это тебе, поэтому сейчас нет ни одной причины, чтобы внутри этого режима возник какой-то взрыватель. Ну, это мое мнение, ты можешь с ним не согласиться, я с удовольствием тебя покусаю. Скажи. Да нет, я думаю, наверное, так же, и многие люди думают, мы просто все в размышлении находимся, а что же делать-то дальше с Путиным-то? То есть, как его выгнать, прогнать, что нужно сделать? То есть, какую рельсу надо взорвать? Где паровоз остановить? Если бы я знал ответ, я бы его должно бы отгручивать. Я не знаю ответа на вопрос. Да, можно с полу с полженицына, жить не полженицына, не принимать участие, не здороваться, не заходить и выхватить в вонючие офисы. Можно так, можно истин протест, да, но это сколько еще времени пройдет, пока мы будем каждый по 90-й лучше протестовать. Он явно дал понять за этот год, что он не считается, с мнением не права была, ты была близка от истины, но я сказала, что подрастает новое поколение. Понимаешь, вот, наверное, уже в нашем поколении эти идеи не родятся. Я, к сожалению, пока вспомнил так, хотя есть люди талантливые, есть люди боевые, способные, но сейчас у меня больше связано надежд вот с теми, кому сейчас лет 20-25, потому что, опять же, эти права из-за чего у них нет будущего, ни денег, ни положения, невозможности реализоваться. Но ведь новое это положение, вот я наблюдаю за ним, они склонны идти все-таки более насильственным путем. И в этом смысле нас ничего хорошего не ждет. они более жесткие, они же не российские артеки, им не глушали с детства понятие дружбы, интернационализма, ничего такого, они не глушили голубой вагон, садики, они же выросли в 90-е годы, время жесткое, они выросли, когда у них по глазах были малиновые пиджаки, шлюхи, золотые цепи, понимаешь, когда каждый владелец ларька был царь, кум, вот их фон, на котором они выросли, да, они более жесткие, они не такие, как мы, не похожи на нас. Ну, Влад мне тут показывает, что надо завершать, эфир, беседуем, и я надеюсь на то, что мы с тобой и вся страна не доживет до постройки нового мавзолея на Красной площади, в котором, в котором Путин и Медведев будут лежать по очереди, сменяя друг друга. Ну, я предлагаю тебе, раз уж сегодня мы вступили опять в очередной раз в Путина, триллер Грабли 3 начался, мы напомним людям, как зовут собаку Путина. Как ты думаешь, как зовут собаку Путина? По-моему, у него была коня, она сдохла. А, неправильный ответ. Собаку Путина зовут Владимир. Запомни, передай всем. Да. Так что нам, нам теперь с ним жить. Какое-то время, во всяком случае. Спасибо за инвестирус. Спасибо, Рудольф. Спасибо.